В нашем обществе за последний год произошли довольно сильные изменения в отношении к гомосексуализму. Это заметно. В отличие от западного общества, которое идет в сторону, скорее, его принятия. Ну вот, на этой фотографии два льва, очевидно, самца. Вряд ли эта фотография может иллюстрировать, конечно, гомосексуальные отношения между львами. Но вот вы дайте окончательный ответ, есть гомосексуализм в природе, либо его нет. Это, в общем, некое человеческое то, что появилось. И зачем он вообще нужен с точки зрения эволюции? Тут есть предположение, а, кстати, к вопросам обращусь, наших сетей зрителей, и задам эти вопросы. Ну, бисексуальное половое поведение встречается довольно часто в животном мире. И вот строго гомосексуальное – очень большая редкость. А бисексуальное отношение – это пожалуйста. Ну, у тех же бонобо хорошо известно, что там женский гомосексуализм очень развит. То есть самки этим занимаются друг с другом. Тоже в порядке поддержания дружеских отношений. Ну, в общем, бисексуальное такое поведение может возникать просто как некий побочный эффект нормального полового поведения. В этом нет ничего такого особенного. Некоторые самцы вообще очень малоизбирательны и пытаются спариться у некоторых видов, там, скажем, амфибий. Они пытаются спариться чуть ли не с любым предметом, примерно подходящим по размеру, движущимся. Не смотрят там особенно. Ну, потому что, очевидно, им важнее не упустить свой шанс, чем вот этот риск спариться с чем-то неподходящим. Повышенная половая возбудимость поддерживается. Ну, вот с формированием строго гомосексуальных отношений сложнее. Это в животном мире очень большая редкость. Примеров немного. Так что, ну, это тоже, по-видимому, может возникнуть как такой побочный эффект моногамных отношений у видов, которые склонны к формированию устойчивых привязанностей. Да, вот, ну, я говорил, что бисексуальная, то есть такая приходящая гомосексуальность, не перманентная, это часто встречается. Но вот если это произойдет... Это по ошибке, да, условно говоря? Да, как бы, условно говоря, по ошибке. Ну, в отличие от тех случаев, когда это вполне сознательно, как у Бонобо, но чаще всего можно это интерпретировать как случайную ошибку. Но если такая ошибка происходит у вида склонного к формированию постоянных брачных пар, пар на всю жизнь, то после первого спаривания может последовать и выявленность на всю жизнь. Если это была ошибка, если это было спаривание с представителями своего пола, то может произойти вот такой казус, фиксация такая пожизненная гомосексуальных таких вот склон. С точки зрения эволюционных механизмов это к чему нужно? Ну, это очень редко. Тут предположил, что это просто отбраковка, да, чтобы относительно меньше потомства, да, они освобождают место другим в борьбе вот за собственное воспроизведение собственных генов. Ну, это... Есть такое предположение, но это достаточно маловероятно, это довольно слабое предположение. Вряд ли все-таки. Ну, хотя есть, есть такая мысль, что гомосексуализм как адаптация для, там, что эти... Ну, наши предки, отказываясь от собственного размножения, участвовали в соботе, там, своих племянниках или что-нибудь в таком духе. Вот. Но есть разные другие гипотезы, объясняющие это явление. Вы какой придерживаетесь или какой склоняетесь? Ой, вы знаете, я, с одной стороны, я специально этим вопросом не интересовался никогда и глубоко не вникал в эту проблематику. А это очень популярно, так сказать, вот публику это почему-то очень волнует просто, да, более. А я как-то спокойно отношусь к этим. Ну, как все же помнят, что в Советском Союзе здесь статья была за мужеложество и, собственно, ее собираются ввести снова, ну, по крайней мере, было предложение такое. Ну, дури много всех, конечно. От одного известного человека поступило. Ой, это отдельная тема. Какие сейчас законы у нас принимаются. Если каждому закону, который принимается в нашей стране, попытаться дать научное объяснение, это, знаете, никакой науки не хватит, чтобы все объяснить. Есть просто... Ну, ладно, не будем углубляться в эти социально-политические аспекты. Ну, мне кажется, вот вполне правдоподобная и достаточно неплохо обоснованная гипотеза о том, что склонность к гомосексуализму может быть побочным эффектом распространения каких-то генетических вариантов, которые имеют какие-то другие положительные эффекты. Ну, то есть, каждый генетический вариант, аллель, вариант гена, называется аллель, он может влиять на много разных признаков. Вот, крайне редко бывает такая ситуация, один ген, один признак. Обычно на каждый признак влияет много генов, и каждый ген влияет на много признаков. Вот среди эффектов данного аллеля может быть что-то полезное и может быть что-то вредное. Если пользы от полезного эффекта больше, чем вреда от вредного, то, следовательно, этот аллель полезный. Даже если польза перевешивает вред только чуть-чуть. Таким образом, может быть, есть такое предположение, что существуют аллили, которые, находясь в женском организме, повышают репродуктивный успех женщины. Женщина с этим аллелем оставляет больше потомства по каким-то определенным причинам. Она более сексуальна, более привлекательна, более лучшая мать, неизвестно, неважно. Но если этот же аллель... И в этом позитивный эффект этого аллеля. Но попадая в мужской организм, этот же аллель повышает на сколько-то процентов вероятность развития гомосексуальной ориентации. Это отрицательный эффект, потому что репродуктивный успех мужчин, строгих гомосексуалистов, он значительно меньше, чем у гетеросексуальных мужчин. Значит, имеем аллель с положительным и с отрицательным эффектом. Если положительный эффект в суммарном зачете больше, чем отрицательный, то этот аллель является полезным с точки зрения отбора и будет распространяться. Несмотря на то, что продолжения рода как бы не будет у человека вот с таким набором функций. Тут возникает даже вопрос... У мужчины не будет, а у женщины будет. А, у женщины. Когда этот аллель в женском теле, он полезный. И он распространяется в куче детей, которые оставляет эта женщина. Ну, у каких-то из ее сыновей он вызовет то, что они будут гомосексуалами, оставят меньше потом. Ну, зато дочери опять оставят много. Да и не все мальчики станут гомосексуалами, потому что нет жесткой детерминации. Только повышение вероятности на сколько-то там процентов и все. Так что это вполне возможный вариант. Ну, в общем, до конца в этот замысел природы проникнуть нам сегодня, я чувствую, не удастся. И вы нам выдали только один из вариантов. Но для чего-то, наверное, это все-таки надо.